всем привет дорогие мои сегодня решила пожарить картошечки и думаю они поделиться ли мне с вами своим рецептом потому что как выясняется картошку то не все умеют жарить правильно смотрите какая она у меня получается она у меня прям она у меня прям такая вся это не фритюр и ничего это просто жареная картошка она получается нереально вкусная смотрите какая прям картошечка картошечки а еще с квашеной капустой мамуль спасибо тебе приветик тебе бабушка нам капустки наквасил и уехала домой а мы тут получаем удовольствие и и полила маслечку таким душистым деревенским картошкой а это что-то нереально это что-то с чем-то ну что сейчас расскажу как я и жарю а понадобится нам вот такой обыкновенный набор продуктов картошка соответственно масло которое без запаха вот сливочное масло вот такой кусочек соль бумажные полотенца обязательно но сковородка приступаем здесь вот самый важный момент картошку я почистила и я ее не держала долго воде я ее просто чистила и мыла каждую картофель но и каждую картофель но я вытираю это это очень важный момент почему я решила вам показать свой способ потому что то что я смотрю в интернете меня прям честно говоря в шок привозит потому что люди там картошку и почистит когда чистит в воде держит и после того когда порежут ее тоже засовывают зачем-то в воду непонятно зачем вот все мы и вытерли теперь мы берем с вами бумажное полотенце она нам с вами для этого нужно и начинаем нарезать а тем временем просто включаем уже сковородку чтобы она у нас с вами прогрелась даже можно уже в принципе налить масло вот такой небольшое количество масла видите но небольшое донышко у нас прикрылась и сюда же я уже сразу отправлю сливочное и мне будет сразу видно прогрелась у меня масло или нет я начинаю резать резать можно так как вам удобнее я режу наверно не очень видно я режу пытаюсь резать соломкой вот и все режу на бумажном полотенце для того чтобы лишняя влага у нас с вами осталось здесь на бумажном полотенце вот видите все равно лишний влага выходит пока ничего не отправляю сковородку у нас с вами еще не прогрелась поэтому пока я ничего на сковородку отправлять не буду все просто в принципе все просто так но в моем понятии еще рано значит режу дальше картошку это настолько все быстро и настолько все вкусно получается сейчас я вам покажу просто свой способ а для кого-то может быть он останется будет единственным и правильным вот наш кусочек сливочного масла уже с вами почти растопился а мы с вами уже как за это время нарезали картошку почти всю совсем немножко набираемся терпения смотрим внимательно кому не нужно кто умеет жарить вот смотрите видите масло уже начинает приобретать слегка коричневый цвет вот на этом этапе уже можно перекладывать нашу картошку на сковородку пока мы ничего не смолим ничего не делаем если вы любите на сале жарить то тогда вместо спивочного масла просто полежьте кусочки сала и вам нужно будет его обжарить с двух сторон чтоб шкварочки появились и тогда можно будет уже это у вас будет все равно растительное масло тоже обязательно нужно вот сейчас я вам все покажу насколько это все быстро и вкусно так даже не буду камеру выключать потому что здесь очень важны всякие нюансы пока не солим ничего не делаем я достала свою любимую лопатку пока даже поворачивать рано огонь у нас с вами сильный на данный момент ну в принципе картошка и она насильно мы жарится вот ну буквально 35 минут мы жарим с одной стороны не трогаем не переворачиваем много раз ее переворачивать не нужно иначе у вас не будет вот этой вот корочки вкусной если вы видите что у вас вот этих пузырьков не туда от масла то может быть но бывает вот немножечко вот кажется что масло маловато возьмите добавьте еще ничего страшного на любой стадии масло всегда можно добавить ну вот вот теперь уже у нас с вами наступает пора переворачивать картошку и вот на этом этапе я уже начинаю ее солить просто просто солю по чуть-чуть посолить мы тоже всегда можем засолить вот ну давайте смотреть что у нас с вами получается вот она уже начинает схватываться вот как я проверяю дальше масло все оставляем дальше опять не ворочим опять оставляем минут минуты на три тире на 5 а как я проверяю на соль я просто беру лопатку и на палец проверяю по мне так уже соленая досаливать я уже больше не буду здесь главное не держать ее долго в воде ее вообще в воде не нужно держать кто-то в раковину ее бросает и там начинает чистить по одной вытаскивая нет она тоже также начнет набирать в себя воду и лишняя вода вам не нужна она у вас просто как ну как отварная будет она не будет такая вот хрустящая вкусненькая а вот чтобы она была хрустящая вот это вот такой вот секретик да ну конечно ждать это уморительно ладно я обычно своими делами занимаюсь ну что нибудь там сейчас как уж капустки квашеная положил пока еще рано поворачивать вы сами увидите может быть даже сковородку вот так вот меняете местами крутите потому что бывает иногда с одной стороны больше схватывать с другой меньше вот поэтому ну вот я пока вижу что еще рановато сейчас еще чуть-чуть уже можно будет поворачивать она будет такая красивенькая не буду я кусочками снимать мне тут такие вроде как у меня и видео смотрят и мясную начинку мою смотрят но мне вот прям вот мне до того обидно когда мне говорят там вроде у меня и куська и так вроде как и сюжет завязан а мне говорят что вот там вот слишком долго ребят если вам долго то вы не смотрите я же никого не заставляю это мой канал я тут хоть голая буду бегать что хочу то и делаю и хоть песни петь поэтому давайте не давайте вы давайте если хотите что то там давайте держите свое сделайте снимайте а вот на другое это всегда знаете как вот что нибудь там плохое сказать это у нас прям особенно у нас у россиян это прям вот завсегда и лайки люди не любят ставить ну вот почему я тоже не понимаю хотя я например если мне нравится я ставлю лайк если мне что-то не нравится я мимо прохожу ну у нас видимо люди по-другому устроены у нас люди злые у нас люди не любят друг друга и это ужасно и не умеют радоваться за соседа за друга за своего непонятно почему казалось бы у нас какая-то зависть такая злая у людей почему не порадоваться но если человек начал чего-то достиг чего-то у него получается почему за него не порадоваться не знаю так короче можно теперь дальше переворачивать смотрите какая красота уже получается жарится она буквально минут 15 и все приготовление отсело минут 20 25 ну смотря на сколько вы умеете быстро чистить картошку смотрите какая красота уже видите вот все и опять оставили и опять не трогаем и опять можем беседы беседовать с вами а капусту я опять не положила к вашим ну ладно все успею и видео вам снять и капусту положить вот они а я помню когда бабушка моя жарила картошку царствие небесное а мы с братом вот так стояли и вот такие вот не могли дождаться и вот эти вот вкусняшки которые уже уже которые при поджарились по одной штучке вытягивали ну это из воспоминания детства вот и она будет красивая хрустящая и она не будет как отварная потому что почему-то я не знаю как это так вот люди ее в воде потешали а потом вытащили на сковородку оверх если ты ее бумажным салополотенцем или чем-то не не вытришь ты у тебя сейчас тут брызгов сколько будет и все равно эффект того не будет у тебя получается она как бывает и будет вот ну вот если наберете терпение до конца досмотрите то научитесь жареную картошку жарить правильно картошку жарить правильно картошку не достать вот от нее уже вот эти тоненькие кусочки они уже готовы тут буквально 5-7 минуты сейчас я картошку будет готова это прекрасно это это вкусняшка мне кажется даже я немножко пересолила так забыла добавить имейте ввиду что картошка уменьшается в объеме когда вы ее жарите поэтому берите чуть-чуть побольше нежели чем того если пюре варите у вас объем останется тот же а вот жареная она уменьшается намного ну наверное на одну треть уходит объем да это конечно вредно вредная еда но она очень вкусная иногда можно себя побаловать и вот 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 просто снизу поднимаем да и перевернули все и ждем когда она дальше у нас с вами пожарится этот муж предал признался недавно он у меня очень хорошо готовит он мне признался и сказала говорит а я не умею картошку правильную жарить он говорит у тебя такое все время вкусное представляете столько лет живем а я не знала что он картошку жарить не умеет вот может видео посмотрит научиться вот как проверить нет еще она сырая вот эти самые большие кусочки они легко проверяются еще сырые лопатка должна хорошо проходить вот как будто это вместе переломилась картошечка ну вот мне кажется еще можно перевернуть о шикарно прекрасно смотрите какая красота да красота ну что кто-нибудь еще пошел уже картошку жарить сейчас проверим вот эти нет они еще чуть-чуть сыроватые мне прямо самое интересное он сказал минут 15-20 поэтому видео специально не выключай чтоб понять я была права или я ошиблась огонь у меня все время большой я не убавляю ни разу просто когда концу чуть раньше уже начинаешь переворачивать ну смотрите какая красота ну она мне уже готова слюноотделение пошло ну что дорогие мои набрались терпения теперь вы тоже умеете жарить правильно картошку всем приятного аппетита ну а пока пока пока